Парламент Ненецкого округа подготовил два обращения в правительство Российской Федерации. Они касаются северного стажа индивидуальных предпринимателей и мест традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В эти места предлагается внести Наринмар и Искатели. Сейчас к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности отнесена вся территория Ненецкого округа, за исключением Наринмара и поселка Искателей. Этот перечень утверждается правительством России. Если рассматривать практику других регионов, то такие города, как Салихард, Анадырь, они включены в территорию проживания коренных малочисленных народов. Город Факута является территорией проживания коренных малочисленных народов, Уссельомский район. И мы считаем, что в этой связи мы должны вернуть, так скажем, историческую справедливость и выйти с инициативой об изменении постановления правительства для того, чтобы Наринмара, поселок Искатели также вышли в территорию проживания коренных малочисленных народов в северном. При этом в Наринмаре и Искателей проживает почти треть всех ненцев региона, а это около двух тысяч человек. В связи с этим и предлагается внести населенные пункты в данный перечень. Было, наверное, в 20 веке, а сейчас мы живем в 21 веке, и население коренных малочисленных, из числа коренных малочисленных народов севера, оно увеличивается и в поселке Искателей, и в городе Наринмар. Что касается второго обращения, то в нем предлагается начислять северный стаж работы индивидуальным предпринимателям и самозанятым лицам в случае их последующего трудоустройства по трудовым договорам. На данный момент эта категория граждан лишена такой возможности. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком округе Герман Сопочкин считает такое положение дел ущемляющим их права. Мы полагаем, что решение обозначенной проблемы возможно путем установления на законодательном уровне, либо принятие подзаконных актов и указания из НОР, предусматривающие право предпринимателей в случае последующего устройства на работу в районах Крайнего Севера получить процентную надбавку в заработной плате при условии регистрации и осуществления предпринимательской деятельности с отчислением страховых взносов на обязательное пенсионное страхование территории районов Крайнего Севера. Депутаты предложили Герману Сопочкину попробовать объединиться по этому вопросу с уполномоченными по правам предпринимателей из других северных регионов. Проекты обращений в правительство подлежат общественному обсуждению. Они размещены на сайте собрания депутатов НАО.